В конкурсе «Веснушка-2017» приняло участие более трёх тысяч школьников. Финал прошли около 700. Лучшие работы по художественно-прикладному искусству были представлены на большой выставке в фойе кинотеатра «Искра». Настоящие произведения искусства, созданные в разных техниках исполнения, большой труд ребят и педагогов дополнительного образования, обучающих своих воспитанников мастерству. В Творческом Союзе в обоюдном полёте фантазии и рождаются такие вот шедевры. Это день торжества дополнительного образования, потому что дети к основному образованию получают образование художественное, по разным видам творчества. И вот сегодня они нам покажут, чему же они научились. Районный конкурс «Веснушка» в этом году проходит в 24-й раз. И все эти годы в марафоне принимают участие и ребята, увлечённые живописью. Много талантливых есть. Есть средний уровень, есть и низкий уровень. Есть дети, которых и бабушки, и дедушки заставляют приходить, и мне говорят, пусть бабушки там и сами рисуют. А я не хочу, учите меня там. И такие есть. Ну, в основном талантливые, любят приходить рисовать. Двукратные победители конкурса «Веснушка» студии «Бенефис» Видновского художественно-технического лицея открыли большой галоконцерт. Это русская народная постановка, русский народный танец с русскими народными элементами. Не только танцуем, у нас много разных танцевальных постановок, но у нас ещё есть песенные, даже постановки. Вот мы и «Летелета» показывали, стоят девчонки в сторонке. Также у нас много, мы даём уроки мужества, как театрализованные постановки, и про блокаду, про Сталинград. Наша студия существует с 2013 года. Мы являемся участниками многих районных мероприятий, международных конкурсов и областных. В концерте приняли участие, кроме танцевальных коллективов, вокалисты, также прошедшие предварительные туры конкурса и вышедшие в финал. «Ты песни, девушка поёт, сердце пение непросто». Победителями конкурса стали гимнасты. Наталья Сорокина блестяще выступила с гимнастическим танцем «Жексом». Наташа, учащаяся в Вивнской гимназии, шести лет занимается художественной гимнастикой. Сейчас ей 11 лет. Веснушки принимают участие не в первый раз. На предыдущих я выступала с номером, по-моему, «Чёрный кот». Там у нас было несколько девочек, и я как главная героиня там была. Финал творческого конкурса «Веснушка» всегда проходит весной, в дни празднования победы. Начальник управления образования Ольга Алёшкина поздравила всех с этим днём, а ребятам пожелала нести свет великой победы не только в своих сердцах, но и в творчестве. Большое всем спасибо за то, что собрались, и что у нас есть возможность вместе полюбоваться результатами наших детей и наших педагогов. И всем, конечно, новых творческих успехов и побед. 24-й районный конкурс завершён. Впереди «Веснушка-2018» и 25-й юбилейный гала-концерт. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.